Давайте сначала с вами обсудим сюжет, который мы посмотрели. Наши журналисты, стоит отметить, сделали десятки, а может уже и сотни сюжетов, в которых показаны подлинные записи российских военных, их жалобы, их рассказы о реальном положении дела на линии фронта, об отношении как к пушечному мясу. В этом сюжете мы услышали и то, что российских оккупантов не хочет признавать их государство. Они остаются без удостоверения, выплат, гарантий. Как считаете, почему все эти настроения до сих пор не вылились в военный переворот, бунт? Ведь Пригожинский мятеж показал, что до Москвы при желании можно дойти за сутки, а Ростов-на-Дону можно взять и без штурма. Мы каждый раз вынуждены измерять глубину цинизма тоталитарного и общества, которым является российское сегодняшнее. очень вражены, как это сказать, пораженные пропагандой и обманом общества. И понятно, что эта глубина может, из-за того, что это очень закрытое государство, может быть разная. Например, я напомню, что в Афганистане погибло в 79-89 году, за неполные 10 лет погибло около 15 тысяч солдат Советского Союза тогда. И, соответственно, Советский Союз очень тонко, очень на уровне практически каждой семьи, не говоря уже каждого населенного пункта, воспринимал это, понимал, что это угроза, это угроза лично для семьи. И понятно, что жил как-то тем, чтобы не попали на фронт свои дети, думали очень часто семьи о том, как бы уникнуть этой злой судьбы. Здесь же мы видим, что в десятки раз для маленькой, по сравнению с Советским Союзом 300-миллионным, Советским Союзом 140-миллионной России, оказывается, в 25 раз большие потери на сегодняшний день не приводят к логическим заключениям, простым логическим заключениям. А зачем нам эта война? И мы видим иногда обратные процессы, когда чем более прикручивает гайки в тоталитарном обществе, тем более готова жертва любить своего тирана. Ну, так называемые, это в юридической практике, тоже есть подобные вещи, когда жертва любит того, кто его угнетает. Такие вот вещи. И вот здесь общество, в целом общество любит своего тирана и готово воевать за него. Но мы понимаем вместе с тем, что очередная тысяча убитых российских солдат на фронте, она отрезвляет какую-то часть общества. И вот мы видим вот эти тенденции, которые все нарастают и нарастают. И где-то должен произойти, на каком-то этапе должен произойти обязательно надлом. Где будет этот этап? И когда они поймут, что... То есть вы все-таки допускаете, да, что это произойдет? Абсолютно допускаю, что решение их проблем не на украинском фронте, а в России, в Москве, это вопрос времени, скорее всего, и вопрос, конечно же, успехов на украинском фронте. То, что это однозначно будет, даже при том, что пропаганда делает свое грязное дело сейчас, убивает российских граждан, для меня, несомненно, то, что это будет. И вот сейчас вот эти ласточки, которые вы показали, да, их немного. Мы понимаем, что это сотни солдат, готовых бороться за свое будущее. Но российская армия имеет свою философию относительно этих солдат. Конечно же, она старается как можно быстрее отправить их на убой, с тем, чтобы их просто убили где-то побыстрее. С тем, чтобы они не приносили каких-то неудобств для своих начальников и для политических лидеров России. Иван Григорьевич, но пока эта вся масса продолжает лезть в нашу страну, Украине необходимо отвечать, а для ответа нужны, как говорил на днях, Владимир Зеленский, оружие и технологии. Все это есть у наших партнеров. И, кстати, сегодня в онлайн-формате должна состояться встреча в формате Рамштайн. Она уже 18-я по счету. Ее на прошлой неделе анонсировал в Пентагоне Ллойд Остин. Иван Григорьевич, почему будет уделено, или же надо уделить внимание наших партнеров, и чего сейчас действительно не хватает нашим силам обороны на линии фронта? Я думаю, основные акценты будут звучать, исходя из того, какие основные вызовы на фронте. И, конечно же, основным вызовом является, прежде всего, количество живой силы и те штурмовые действия, которые, исходя из этого количества живой силы, сейчас предпринимают российские войска. Поэтому, конечно же, большее количество кассетных боеприпасов, большее количество ударных систем, позволяющих работать по живой силе, большее количество артиллерийских снарядов, дронов, способных нести на себе минно-взрывчатые вещества и, соответственно, уничтожать живую силу врага. Средства радиоэлектронной борьбы, позволяющие более эффективно защищать свои позиции и пробивать коридоры для своих технологий, для своих систем, чтобы они могли поражать врага. То есть над этим, над всем точно нужно будет работать. И, конечно же, авиация, позволяющая нам работать не только при фронтовой зоне, а и поражать врага, логистику, поражать объекты врага на серьезной глубине, на глубине 200 и более километров. Уничтожать, конечно же, вражескую авиацию, которая тоже работает очень активно, уничтожая при фронтовой зоне и мирные наши города, мирные поселки, села, и, конечно же, работающую российскую авиацию по линии фронта. Мы понимаем, что F-16, которые в ближайшее время должны, обещанные нашими партнерами, должны появиться в небе над Украиной, они в какой-то, возможно, значительной мере, конечно же, здесь зависит от количества этих F-16, они должны изменить ситуацию, частично изменить ситуацию на фронте в нашу сторону. Иван Григорьевич, Вы упомянули кассетные боеприпасы, вспоминается, что в США говорили, что передача этого типа боеприпасов это дело временное, как альтернативно другим снарядам, пока их нет в нужном количестве для вооруженных сил Украины. Как, собственно, сейчас влияют на ситуацию на линии фронта наличие этих боеприпасов у наших сил обороны? Их по-прежнему не хватает. Конечно же, мы были бы очень и очень заинтересованы в том, чтобы у нас было больше боеприпасов и кассетных, и классических боеприпасов, позволяющих работать по линии фронта. Поэтому вопрос стоит очень остро. Мы понимаем, что компенсация на сегодняшний день того, чего не хватает в серьезной мере, это 155-х калибров. Мы помним, что и европейские страны взяли на себя обязательства, которые не очень спешат сейчас исполнить и готовы расписаться некоторые страны в собственной беспомощности. К счастью, все-таки далеко не все. И основные страны все-таки стараются найти варианты, чтобы производить достаточное количество боеприпасов для эффективной борьбы, для эффективной войны Украины против России. Понятно, что кассетные боеприпасы мы тоже сейчас получаем и ждем с нетерпением, понимая, что они делают свою работу, они позволяют нам более стойко проводить оборонительные действия. Издание «Фориджин Эфейрс» сообщает, что в первые месяцы войны Украина преобладала в использовании беспилотников, адаптируя коммерческие технологии и внедряя новые виды вооружения. Однако сейчас Россия догнала Украину в инновационном соревновании. И в издании, в частности, акцентирует внимание на том, что Киев теряет свои преимущества в войне беспилотников. Так ли это на самом деле? Какова ситуация? Да, это серьезный вызов. Да, мы понимаем, что в России государство сосредоточило все свои усилия, все ресурсы финансовые, экономические ресурсы, трудовые ресурсы для того, чтобы выиграть эту конкуренцию. Мы понимаем, что у нас меньше страна. Мы понимаем, что наши партнеры недостаточно быстрые в реакции сейчас. Конечно же, это серьезнейший вызов. Здесь не время забрасывать шапками. Нужно говорить, что нам нужно много и много работать для того, чтобы реализовать то, что технически мы все равно находимся впереди. Все равно технологии, которые предлагает западный мир, они на порядок, выше по своему качеству, по своей эффективности и могут, конечно же, и по качеству, и по эффективности помогать нашим боеприпасам быть значительно, значительно более эффективными, опять же, повторюсь, да, в отличие от россиян. Но россияне за счет количества могут эту конкуренцию выдерживать и могут иногда выходить вперед. Поэтому, конечно же, нам очень много нужно работать и на уровне государства, и на уровне каждого гражданина, могущего чем-то помочь фронту сейчас. Мы слышали эти инициативы о том, что можно делать беспилотники, в том числе дома. Мы знаем десятки и сотни гаражных инициатив, когда десятки беспилотников, опять же, делают люди, кооперируясь и составляя их из комплектующих из разных. Поэтому, конечно же, здесь, знаете, воины выигрывают не армии, а нации. И украинская нация здесь должна, конечно же, консолидироваться вокруг того, что мы еще можем сделать для фронта. Иван Григорьевич, аналитик Орек сообщает о том, что российские оккупанты с начала наступления на Авдеевку потеряли уже 531 единицу военной техники, в то время как украинские военные в 12,5 раз меньше. И наши военные неоднократно демонстрировали видео того, как на этом направлении они уничтожают российскую технику и как раз с помощью этих дронов, и впв-дронов, и других дронов. Расскажите, пожалуйста, какая сегодня ситуация на Авдеевском направлении, и что в целом можете сказать о ситуации на восточной линии фронта, где горячее всего? Тяжелая ситуация. Украинцы находятся в динамичной обороне, время от времени переходя к контратакующим действиям. Но понятно, что масса российского живого мяса, сейчас концентрированная на этих участках фронта, она создает свое давление. С техникой разбираться, как показывает практика и ваша статистика сегодня, приведенная в вашем эфире статистика, украинцам получается намного эффективнее, чем россиянам. Но вызовы, опять же, в виде большого количества живой силы, не жалеющей своей жизни, не понимающей, что можно значительно более эффективно эту жизнь прожить, отказавшись от войны в Украине, значительно это количество живой силы. Это свой вызов, с которым сейчас приходится сталкиваться украинскими бойцами. Конечно же, я был бы очень неправен, очень чрезмерно оптимистичен, если бы сказал, что у нас там легкая ситуация, и мы легко держим эти вражеские натиски. Конечно же, нам нужны соответствующие боеприпасы, нам нужны соответствующие ресурсы, для того, чтобы сдерживать натиск этой живой силы. Это касается практически всей линии фронта, где враг возобновляет свои ресурсы в потерях живой силы, и даже на некоторых участках фронта их наращивает. Украинские военные пытаются расширить сейчас плацдарм на левом берегу Херсонской области, этому способствует мощная боевая работа ВСУ, об этом сообщала представитель Силы обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Иван Григорьевич, какое внимание россияне сейчас уделяют ситуации в Херсонской области, есть ли там силы и средства для продвижения с российской стороны, как в целом относитесь к разговорам российских оккупантов о походе на Херсон? Возможно ли это? Ну, давайте сначала о походе на Херсон. Да, это, конечно же, возможно. Это возможно, поскольку самые глупые мысли, которые могут прийти в коллективную российскую голову, они очень часто стараются реализовать. Понятно, это начиная от того, чтобы пойти по ходам в Украину и попробовать взять наше государство. Поэтому мы понимаем, что если этот сценарий возможен теоретически, то, конечно же, силы обороны Украины готовы к тому, что россияне могут предпринять такие попытки и готовы, конечно же, дать надлежащий отпор. Поэтому каждый, кто будет брать в этом участие со стороны России, конечно же, это наперед уже смертник, понимающий, что никаких шансов у него нету остаться живым, даже если получится в какое-то количестве пройти на правый берег. Они это понимают, они это очень хорошо понимают. Я понимаю, очереди смертников у них не стоит. Поэтому, конечно же, если бы они имели возможность реализовать эти сценарии, закрепиться на правом берегу, они бы их уже давно реализовали. Но они их перестали реализовать в тот же момент, когда вынуждены были бежать с правого берега на левый. И что касается в целом ситуации на левом берегу Херсонщины, конечно же, она остается очень серьезным вызовом для российской армии. Поскольку этот плацдарм, который стойко удерживается, более того, время от времени мы видим расширение этого плацдарма, небольшое, но вместе с тем это активные боевые действия, это эластичная оборона украинская, позволяющая контратаковать и атаковать в том или ином участке, расширяя, опять же, возможности и присутствие на левом берегу. Это означает, что россияне понимают, что в каждый момент при взятии, при том, что Украина освободит ту или иную территорию, достаточную для формирования ударной группировки, они вынуждены будут иметь дело со вторым фронтом, открытым как раз на левом берегу Днепра. Конечно, понимая это, они вынуждены с каждым днем концентрировать туда все больше и больше силы. Они вынуждены нести вследствие этой концентрации и сложной логистики большие потери, но вместе с тем, конечно же, они понимают, что вызовы, стоящие перед ними, они значительно большие. Поэтому и они будут гнать сюда, на Херсонщину, очередные свои тысячи и десятки тысяч, поскольку им нельзя позволить, как они понимают, им нельзя позволить достаточно расширить этот плацдарм для ударного, для украинской силы обороны. Со своей стороны, конечно же, мы, украинские силы обороны, будем делать все для того, чтобы не дать возможности реализоваться вражеским планом, как мы это делали с самого начала промасштабной войны. Вот, собственно, о вражеских планах. В Американском институте изучения войны считают, что российским захватчикам необходимы локальные наступления по всей линии фронта в Украине для того, чтобы заставить наши силы обороны сейчас использовать резервы для обороны и будущих контрнаступательных операций. Так ли это, как вы считаете? Это обыкновенная тактика современной войны. Конечно же, создание давления на разных участках фронта заставляет противника концентрировать там свои резервы, для того, чтобы не допустить прорыва врага. Поэтому, конечно же, и украинские силы обороны работают в формате такой тактики. И, конечно же, российские оккупанты тоже стараются использовать эту тактику для того, чтобы каким-то образом каким-то выснажить, как это на русском языке... Да, истощить украинские войска. Вместе с тем, по внутреннему периметру нашей войска, по внутреннему периметру оборонительной линии, конечно же, логистика у нас значительно лучше, чем у врага. И мы понимаем, что здесь, конечно же, эта логистика работает в нашу сторону, поскольку враг в значительно большей мере вкладывается ресурсно в эти маневры свои. И вместе с тем, опять же, не забрасывая шапками в очередной раз, мы понимаем, что ресурсы на России, энергетические ресурсы, человеческие, с позволения сказать, если можно о россиянах говорить, как о людях, имеющих человеческое понимание, то эти ресурсы у них достаточно высоки. И, конечно же, это задание для украинских сил обороны. Иван Григорьевич, давайте вернемся к событиям сегодняшним. Россия продолжает атаковать наши города. Попрошу показать сейчас карту воздушных тревог. Воздушная тревога, напомню, объявлена в более чем 10 областях нашей страны. Воздушные силы Украины на данный момент сообщают о нескольких пусках ракет из Курской области по направлению на юго-запад нашей страны. Кроме того, уже зафиксированы пролеты ракет в Сумской области юго-западное направление. И на обстрелы, которые произошли сегодня утром, уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он писал и говорил о том, что продолжается спасательная операция после очередной российской атаки против наших городов и людей, сознательного террора против обычных жилых домов в Киеве, Харькове, Павлограде. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Я напомню, прямо сейчас в Харькове продолжаются спасательно-аварийные работы. Там разбирают завалы многоэтажного дома. Известно также о погибших и, конечно же, пострадавших в результате обстрела. Как вы считаете, как сегодня Европа, Запад, США смотрят на все эти обстрелы, которые происходят в нашей стране практически ежедневно? В целом, пока достаточно легкомыслимо. Пока достаточно не понимая, какую угрозу не сдерживание России на этом этапе несет для будущего. И поэтому, конечно же, я понимаю и хочу поддержать тех лидеров и европейского общественного мнения, и политику, и военных лидеров, говорящих о том, что нельзя в этой легкомысленности пребывать. Что Европейский Союз сейчас, Запад в целом, должен очень серьезно относиться к этой угрозе, пока сапог солдата не появился на их улицах. Российского солдата, конечно же. И это понимание, подкрепленное аргументами профессионалов, я надеюсь, что оно будет все более и более расширяться в умах европейского общества. В свою очередь, это общество должно будет давать задания европейскому политику. И сейчас мы видим недостаточную поддержку Украине. Мы видим то, что некоторые российские нарративы, и в частности, то, что европейское общество, западный мир, цивилизация, вроде бы, утомилась от украинской, российской войны, готова убегать от нее в какие-то другие направления, думать о чем-то хорошем и добром, вместо того, чтобы думать о том, что приносит какие-то душевные страдания или неспокойствия. Но это, скорее всего, такая позиция незрелого, незрелого организма. И, к сожалению, мы видим, что часть тех процессов, которые происходили в Европе в 30-х годах прошлого века, на сегодняшний день практически идентично готовы занимать умы и души европейцев, говорящих о том, что эта война где-то далеко, это нас не сильно касается. Пусть благодарят о том, что мы им чашку кофе даем каждую неделю для того, чтобы они воевали там с Россией. Да, как-то разберемся, без них это их война, это не наше дело. Поэтому, конечно же, аргументы нужно искать и нужно находить. Мы понимаем, что много аргументов дает Россия, сейчас показывая всю бесчеловечность свою, но и наша внешняя политика и, в принципе, зрелая часть европейского общества, политикума, я надеюсь, что они и дальше не втомлятся, как это... не устанут помогать. Не устанут сейчас искать и находить эти аргументы для своих общих, чтобы они в значительной мере в разы, в десятки раз с большей серьезностью подходили к тем вызовам, которые стоят перед их обществами, перед их странами и перед их личными семьями и их личным интересом в будущем. я совершенно разделяю ту мысль, что та европейская страна, то европейское общество, которое на сегодняшний день откажется помогать Украине, оно будет обвинено своими же гражданами в том, что оно выбросило белый флаг перед Россией, перед российской агрессией. И это точно не поможет ни тем политикам, которые исповедуют такую позицию спрятать голову в песок, ни тем странам, которые позволяют своим политикам это делать. Иван Григорьевич, спасибо вам большое за вашу точку зрения и за анализ военной ситуации на линии фронта. Напомню нашим зрителям, Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности, был в эфире Freedom.